ДИАС Махамбетов ДИАС Махамбетов ДИАС Махамбетов ДИАС Махамбетов ДИАС Махамбетов Начинаем выпуск. Казахстан вводит 14-дневный безвизовый режим для граждан Ирана. Об этом в ходе визита в Исламскую республику заявил Касым Жамартукаев. Президент отметил, что мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе на активизацию контактов среди представителей деловых кругов и привлечения большего количества туристов. Лидеры Казахстана и Ирана провели переговоры в узком и широком форматах. По итогам стороны подписали совместное заявление, которое позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. Всего членами официальных делегаций заключено 8 меморандумов и одна программа. В этом году 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном. За это время наши взаимосвязи только укрепились, а дружба более окрепла. Активизировались торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения. Мы тесно сотрудничаем в рамках глобальных и региональных организаций. Сегодня мы обменялись мнениями по актуальной повестке. Работа была очень плодотворной. Касым Жамар-Токаев публично высказался касательно резких заявлений отдельных российских депутатов и журналистов в адрес Казахстана. Президент считает их абсолютно некорректными и исчерпывающим образом изложил свою позицию. Его заявление прозвучало во время встречи глав двух государств Казахстана и России на пленарном заседании юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума. По мнению президента, подобные действия негативно отражаются на дружбе двух народов. Касым Жамар-Токаев также прокомментировал и ситуацию вокруг самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Подсчитано, что если право нации на самопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации объединенных наций, на земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк». Свыше миллиарда 300 миллионов тенге выделят на гранты для медицинских университетов в Алматы. Средства будут направлены для обучения особо востребованных и дефицитных специальностей. Об этом на встрече с медицинским сообществом города сообщил глава мегаполиса Ербулат Досаев. Аким торжественно поздравил медработников с профессиональным праздником. Он отметил высокую значимость их работы и рассказал о мерах поддержки сферы здравоохранения. «Мы намерены разработать новую комплексную программу модернизации здравоохранения города Алматы до 2030 года, которая будет ориентирована прежде всего на повышение эффективности и доступности первичной медико-санитарной помощи, модернизацию инфраструктуры и внедрение новых технологий в многопрофильных стационарах и службе родоспоможения. В целом, объём инвестиций из местного бюджета в систему здравоохранения города Алматы в текущем году составит почти 35 миллиардов тенге». В ходе торжественной церемонии четыре десятка медицинских работников были отмечены наградами и благодарственными письмами. Многие из них уже десятки лет трудятся во благо и развитие системы здравоохранения города. Всего в Алматы насчитывается 182 медицинские организации. В них работают более 38 тысяч специалистов. «Оценка моего труда за 26 лет трудового стажа оценена нашим президентом Республики Казахстан. Хочу сказать, что это не только моя заслуга, но и заслуга нашего многотысячного коллектива, службы скорой медицинской помощи. Им хочу сказать особые поздравления, ещё раз крепкого здоровья, счастья, успехов. Всего хорошего». 605 алматинских выпускников получили награду Алтенбельга. Знаки отличия лучшим ученикам города вручил лично Аким города Ербулат Досаев. Торжественная церемония прошла перед Дворцом Республики на площади Абая. Для медалистов их родителей и учителей организовали яркую шоу-программу с участием звёзд казахстанской эстрады и вокалистов Национального театра оперы и балета. Рустам Ралбаев окунулся в атмосферу праздника. Торжественное мероприятие в честь Алтенбельгийцев началось с песни «Менжа Старга Синеман». Композиция символизирует надежду в перспективное будущее молодёжи. В поздравительной речи глава мегаполиса Ербулат Досаев подчеркнул, что талантливые выпускники – залог успешного развития нового Казахстана. «Дорогие ребята, окончание школы – это не только завершение важного жизненного этапа. Это большой старт перед неизведанным, но поверьте мне, я в этом году, как закончил 35 лет назад школу, не стоит опасаться сложности, будьте уверены и настойчивы. Призываю вас не терять связующую, важную нить со школой. Ведь знания, которые вам дали ваши учителя, – это как раз надёжный фундамент ваших достижений и будущих побед». По словам выпускников, к заветной медали они стремились все 11 лет обучения. Ну а долгожданная церемония награждения – не просто особенный день, а поистине грандиозное событие. «В первую очередь, получив эту награду, я бы доказалась себе самой, что я достойна всего самого лучшего. Я хочу поблагодарить всех учителей своей школы, своих родителей, особенно мою классную грандиозную. Она знает меня с третьего класса и всегда меня поддерживала. Я знала, что она меня поддерживает, и это придало мне огромную уверенность. Я очень-очень рада получить эту награду. «Очень рад, что получил вот эту благогрежданную награду. Хотел бы сказать спасибо в первую очередь своим родителям, что они поддерживали мне все эти годы, особенно своему отцу. Хочу сказать большое спасибо своей школе и своим учителям. Буду со слезами на глазах вспоминать все эти школьные годы». Кульминацией вечера стал вальс выпускников под музыкальное сопровождение вокалистов Национального театра оперы и балета. Будущие абитуриенты танцевали под трогательную композицию с улыбками на лицах и едва заметными слезами на глазах. Всего же в этом году окончили школу более 12 тысяч учеников. Рустам Раубаев, Сармдых Нарейков, Санитай Монайпасов, Телеканал Алматы. И к другим темам. Минфин признан лидером по неосвоению бюджета. Сегодня на совместном заседании Палат парламента мужелесмен Сергей Симонов отметил, что сумма непотраченных средств составила порядка 25 миллиардов тенге. По его словам, основной причиной неосвоения стало некачественное планирование. Как отметил народный избранник, экономию бюджетных денег в крупных размерах нельзя назвать эффективным использованием средств. Суммы остаются не востребованными, а могли бы быть использованы на завершение начатых проектов. Депутат возмутился и расхождением статистики взаимной торговли с Китаем. По-прежнему остается актуальным вопрос расхождения в зеркальной статистике взаимной торговли с Китаем. Принимаемые на протяжении нескольких лет меры не приносят должного результата. Согласно данным отчета счетного комитета, по итогам 2021 года сумма отклонения составила 5,7 миллиардов долларов США, а за последние три года свыше 17 миллиардов долларов. А вот глава счетного комитета Наталья Годунова предложила отойти от трехлетнего планирования бюджета к однолетнему. По ее мнению, формирование средств на три года является неэффективным, и на это уходит много времени. Она также назвала ряд весомых факторов в пользу однолетнего бюджета. Во-первых, непредсказуемость мировой экономической ситуации не позволяет осуществлять качественное детальное планирование на среднесрочный период. Во-вторых, однолетний бюджет позволит более гибко реагировать на изменения конъюнктуры без формальной привязки к трехлетнему плану. В-третьих, ориентир на долгосрочный горизонт позволит каждому министерству ежегодно планировать свою деятельность, исходя из важнейших приоритетов и требований по обеспечению долгосрочной устойчивости. 230 миллиардов тенге направят на развитие Западно-Казахстанской области. Всего разработан 21 проект. Такие данные озвучил Аким региона Гали Искалиев. Программы будут ориентированы на нефтяную деятельность, сельское хозяйство и здравоохранение. А также создадут 800 постоянных рабочих мест. Глава региона также отметил, что в рамках дорожной карты бизнеса профинансируют бизнес-идеи на общую сумму более 22 миллиардов тенге. В 2021 году по дорожной карте бизнеса просубсидировано 943 договора на 22 миллиарда тенге, подписано 586 договоров гарантии на 4,5 миллиарда тенге, выдано 27 грантов. Всего было выделено в виде субсидий 4 миллиарда 800 миллионов тенге. В рамках программы поддержаны такие проекты, как мукомольное производство, мебельная фабрика, медицинские центры, откормочные площадки и другие. В Казахстане стартовал прием заявок на льготную ипотеку под 2%. Максимальная сумма займа составит до 15 миллионов тенге в столице и Алматы и их пригородных зонах, а также в Шимкенте, Актау и Атырау. В остальных регионах до 10 миллионов тенге. Принять участие в программе «Баха-то-от-басе» могут очередники Акимата, стоящие в очереди в категории «Ногодетные, неполные семьи и семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями». Для подачи заявки идти в банк не нужно. Загрузить необходимые документы и получить подробную информацию можно на сайте www.utbasitbank.kz. 30 болельщиков футбольного клуба Атырау задержали после драки с болельщиками Актобе. Об этом сообщили в областном департаменте полиции. Ведомстве также опровергли информацию о применении оружия во время инцидента. Выяснилось, что хлопки и последующие клубы дыма – это результат использования болельщиками спецсред. Средств спецсредств пострадавших в потасовке не оказалось. Стражи порядка занимаются сбором материалов. Отмечается, что правонарушители, судя по всему, были раздосадованы домашним поражением местной команды. До 10 миллионов тенге с человека привлекла финпирамида в Караганде. По сообщению агентства по финмониторингу, преступная схема привлекла участников по двум позициям в зависимости от суммы и сроков инвестирования. В первом организатор обещала выплатить вознаграждение в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых клиентов. Действовали преступники через мессенджер WhatsApp. По факту ведется следствие. Преступное лицо фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся посредством мобильного банкинга. По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании организации финансовой пирамиды, установленным лицом, признана полностью. Свыше полутора килограммов марихуаны изъяли у жителя Ридера. В начале июня стражи порядка задержали 44-летнего мужчину со свертками наркотического вещества. При обыске дома задержанного также были обнаружены 86 аналогичных пакетов. Согласно проведенной экспертизе, содержимое относится к сорту марихуана высушенная. По факту проводится досудебное расследование. Забег в ползунках, химическое шоу и модный показ. В Алматы прошел грандиозный семейный фестиваль Бопе Фейр. С самого утра гостей ожидала насыщенная программа с множеством конкурсов, шоу-представлений и полезными лекциями для родителей. Хедлайнером мероприятия выступил известный казахстанский певец Марсель Альсейтов. Сегодня очень крутое мероприятие. Наконец, долгожданно наш семейный фестиваль, которого мы ждали два года, потому что была пандемия, не было таких массовых мероприятий. И вот, наконец, мы сегодня будем проводить данное мероприятие. Цель, задача этого фестиваля – укрепление семи и семейных ценностей. И в данном мероприятии очень много конкурсов, очень много призов, очень много активностей. Фестиваль поделили на несколько тематических зон. Это зоны «Лэдс Толк», где специалисты в области здоровья и психологии делились ценными знаниями, а также нетворкинг и масштабная ярмарка со вкусностями. Яркое событие этого лета посетили более сотни алматинцев. Это вот как раз-таки для таких родителей, у которых много детей, и надо их чем-то занять. Это вот почаще бы такое проводили, мы были бы очень рады. Очень нравится здесь, так увлекательно, весело все, ярко, как-то необычно. По правде говоря, я первый раз как бы в такой ярмарке. Уважаемые телезрители, делиться интересными новостями вы можете, позвонив по редакционному номеру 275 2048, а также отправлять смс-сообщение на наш WhatsApp 837 046 33 33. На этом наш выпуск завершен. Не пропустите итоговый выпуск новостей в 19.30. Всего доброго, до встречи.